Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 13 сентября, Православная Церковь празднует собор новомучеников ясиноватских. Ясиноватс по-хорватски. Ясиноватс – система лагерей смерти, созданная усташими хорватскими фашистами в августе 1941 года. Располагалась на территории независимого хорватского государства, сотрудничавшего с нацистской Германией в 60 километрах от Загреба. Зверскому обращению с заключенными ужасались даже нацисты. Новомученики ясиноватские – православные узники в Хорватии, принявшие мученическую смерть в 41-44 годах XX столетия. По различным свидетельствам, в годы Второй мировой войны в застенках ясиноватса были уничтожены тысячи православных сербов, многие из которых погибли за верность православию. Архиерейский собор сербской православной церкви прославил собор новомучеников ясиноватских. Их имена включены в месяцы слов Русской православной церкви с установлением празднования их памяти 13 сентября по новому стилю. Мученик Вукашин из села Клепац, Вуксан-Вукан-Вук, православный серб из сербской герцоговины села Клепац, расположенного на восточном берегу реки Неритвы. В Клепце находилась старинная начало XVI века церковь святого апостола Луки, Задужбина, известных сербских хромостроителей Милорадовичей и церковь преображения Господня до основания, так же, как и само село, разрушенное хорватами в 1992 году. Старец Вукашин происходил из рода Мандроп, родился, вероятно, в конце XIX века, вырос в родном селе, возмужав, уехал на заработки в столицу Боснии Сараева. С приходом новой власти независимой державы хорватской Вук был вынужден вернуться в родное село, но хорватские усташи римокатолики добрались и в те края. От их страшного насилия над сербскими землями пострадала вся семья Вукашина, так же, как и многие другие православные сербские семьи, а он сам вместе с другими уцелевшими сербами был угнан в известный концлагерь для сербов Ясиновац. В январе 1943 года Вукашин был зверски убит усташским палачом Жилой Фригановичем. Убийца, заметив старика-крестьянина, который с каким-то непостижимым мудрым спокойствием наблюдал за зверствами палачей, решил сокрушить этот необъяснимый покой. Он отвел его в сторону, поставил на краю свежевырота ямы, в которую сбрасывали изуродованных полуживых людей и потребовал крикнуть «Да здравствует Павелич!». Старик спокойно молчал, тогда зверевший убийца схватил нож, отрезал ему оба уха и нос, затем вновь потребовал воздать хвалу Павеличу, пригрозив заживо вырвать Вукашину сердце, если тот будет молчать. Блаженный мученик, спокойно взглянув на своего мучителя, тихо, но внятно произнес «Делай, дитя, свое дело!». Такой ответ и небесный покой, отражавшийся на лице святого мученика, привел убийцу в неистовство. Вне себя от злобы он вырезал ему сердце, выколол глаза, перерезал горло. До последнего вздоха Вукашин сохранил в душе Христов мир. Последним его движением было троеперстное крестное знамение, за которое палач отсел к ему руку. А сам, выступление бросив нож, Пав уже при жизни в вечную погибель, ногами столкнул его в яму. Фрески с изображением новомученика находятся в монастыре святого архангела Гавриила в Земуне, в центре Белграда, в Иоанновском скиту монастыря Острок. Его лик изображен среди особо чтимых святых Захумско-герцоговинской епархии на иконе, написанной к празднованию 780-летия епархии. Дорогие братья и сестры, сегодня также празднуется положение чеснагопояса Пресвятой Богородицы и память святых. Священомученика Киприана, епископа Карфагенского, святителя Геннадия, патриарха Цареградского, священомучеников Александра Любимого Пресвитера и Владимира Двинского Диакона, священомучеников Михаила Касухина и Мирна Ржепика Пресвитеров, священомученика Дмитрия Смирнова Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем те заименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!